Приветствуем вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня пятница. Сегодня я заканчиваю еще одну неделю учения по теме «Как найти, исследовать и исполнить Божью волю». Первые недели я говорил о том, как найти Божью волю для вашей жизни. Это крайне важно. Вы не можете исполнить то, что не знаете. Представьте, что вы собрались куда-то ехать. Вы ведь не садитесь в машину и едете, куда глаза глядят. Вы не прибудете в точку назначения, которая вам нужна, если не знаете, куда вы едете. Вам нужно знать, куда вы направляетесь, принимать в соответствии с этим решения, делать повороты и так далее. Мы понимаем этот вопрос, когда едем куда-то на машине, но большинство людей по жизни идут без всякой цели, бесцельно шатаются и надеются, что как-нибудь воля Божия исполнится. Это неправда. Бог не дает нам таких указаний в Писании. Я использовал пример Моисея. Моисей был человеком, который знал Божью волю для своей жизни, но он не последовал Божьей карте. Он решил однажды сделать по-своему, и поэтому он полностью испортил свою жизнь и жизнь многих и многих людей. Его ошибка обошлась ему в 40 лет жизни в пустыне. Я не думаю, что это была Божья воля для него. И из-за этого дети Израилевы провели 30 лишних лет в Рафсе, что было точно не Божьей волей для них. Кто-то спросит, я ничего подобного не слышал, откуда эта информация? Вам нужно вернуться к моим предыдущим программам. Можете посмотреть их на нашем веб-сайте. Я как раз на этой неделе говорил на эту тему, ссылался на Писание. Либо закажите мои материалы, там также объясняется этот вопрос. Либо посмотрите Деяние 7 глава, где говорится о том, что Моисей знал волю Божью для своей жизни, когда убил египтянина. А он убил его не потому, что так сложился момент и просто так он сделал. Нет, он знал Божью волю, и он решил своей силой исполнить эту волю, вместо того, чтобы следовать за Божьими указаниями. Кроме этого, он упустил правильный момент. В Бытие 15 главе говорится о том, что дети Израилевы будут 400 лет в рабстве, прежде чем они выйдут из этой нации. Моисей попытался вывести их раньше, на 390 год. Но пророчеству еще нужно было 10 лет, чтобы оно сбылось. Но Моисей его просто проигнорировал. Наверное, возможно, он и не знал об этом пророчестве. Такое тоже вероятно, но я не думаю, что это было так. Господь сказал об Аврааме, он знал, что Авраам обучит своих детей и научит их этим истинам. У Авраама была встреча с Господом в Бытие 15 главе, когда Господь конкретно сказал ему, что пройдет 400 лет, когда его дети будут в угнетении от другого народа, пока Бог их не освободит. И я думаю, что Авраам все это рассказал своим детям, научил их этим истинам. И думаю, Моисей обо всем этом хорошо знал. Так вот, он на 10 лет раньше попытался их спасти от рабства. Я об этом объяснял на этой неделе. Те, кто смотрят эти программы по одной программе за раз, вы не смотрите их по порядку. Мне тяжело говорить подобные вещи и оставлять их без внимания, потому что у многих зрителей нет никакой точки восприятия этой истины, и поэтому они могут ее не принять. И мне хочется вернуться назад, еще раз все объяснить, но мне нужно идти дальше, поэтому закажите мои материалы. Вчера мы рассмотрели отрывок из Исхода 3, когда Моисей 40 лет провел в пустыне. Он пас овец для своего тестя, и он увидел горящий куст и сказал, что пойду и посмотрю, почему куст горит и не сгорает. Когда куст горел, в этом не было ничего обычного, но куст, который не сгорал, огонь не пожирал его, он продолжал гореть. Вот это было необычно. Вчера я также подчеркнул одну мысль, что Бог открывает себя на подобном образом. Он не навязывает себя. Он стучит в дверь, и нам нужно открыть, нам нужно ответить. Нам нужно искать его, ожидать его. Я думаю, часто мы пропускаем Божье видение, потому что мы слишком заняты, и мы не ищем Бога, не ожидаем Бога. Но если ваше сердце открыто, и вы ищете Бога, Бог будет обращаться к вам сверхъестественным образом. И вот что произошло с Моисеем в Исходе 3, 4, говорится. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, «Моисей, Моисей». Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Дальше Бог обратился к нему и сказал, что «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, и я посылаю тебя в Египет, чтобы освободить народ мой из рабства». Все это также имеет важное, большое значение. Тут столько значений, столько заложено в этих стихах, и что хотелось бы мне сказать, но за 30 минут я едва ли успею сказать все. Так вот, я скажу лишь, Моисей вот здесь, он противился Богу и говорил, «Бог, я не могу». Если вы прочитаете Исход 3-ю главу, 4-ю главу, там пять раз Моисей говорит, «Бог, я не могу». «Бог, я не смогу». «Бог, я не смогу». И каждый раз, когда Господь исправлял его, говорит, «Ты можешь». Он давал ему знамение, вложил руку в себе в пазуху, вытащил ее, она покрыта проказой, вложи обратно, он вложил, вытащил, она была чистая. Дал ему другой знак. Когда он бросил свой посох, он превратился в змею, он взял змею за хвост. Он давал ему все эти знамения. Но каждый раз, когда Бог являл ему знамение, Моисей говорил, «Но мне не поверят». Бог говорит, «Поверят». «Нет, не поверят», — говорил Моисей. Почему я об этом говорю? Чтобы сказать вам. Это был другой Моисей, чем 40 лет назад, который получил слово от Бога и раздул его в параграф. Он знал Божью волю, что Бог хотел, чтобы он освободил израильтян из рабства, но он не хотел ждать Бога, чтобы узнать его план. Он собирался сделать все своей силой, своими способностями, и пошел, и все испортил. И из-за этого оказался на 40 лет в пустыне. За эти 40 лет эта самоуверенность, высокомерие, самонадеянность, которые были в Моисеи, они исчезли. Он стал другим человеком. И теперь, когда он говорит с Богом, он слышит голос Божий своими ушами, видит знамение горячего куста. Господь сказал, «Сними обувь, потому что земля, на которой стоишь, свято». Он был в присутствии Божьем, но он все время говорил, «Бог, я не могу, я не могу, я не могу». В этом есть урок для нас. Лучше выучить этот урок за счет Моисея, чем за свой собственный счет. Вот его суть. Вам нужно оставить самонадеянность, самоуверенность и всякое подобное отношение, что вы сможете все сделать, и получив Божье благословение на ваши попытки. Я, может быть, не совсем так сказал, чтобы вы поняли сразу, но некоторые делают эту ошибку постоянно. Они делают что-то, просят Бога благословить это дело. Если вы узнали Божью волю, какова она, и последовали за Богом и Его наставлением и ведением, вам не надо будет спрашивать, благословить Бога ваше дело. Может быть, для кого-то это будет новая мысль. Часто подходят и говорят, «Бог, я вот прихожу в церковное служение, благослови Господь это церковное служение, Бог будь с нами». Я был в сотнях церквей, когда меня перед служением отводят в специальный кабинет, все стоят и молятся за меня, и просят, чтобы Бог помазал меня, и чтобы Бог проговорил через меня, и все такое. Обычно я ничего не говорю в этом случае, но сам при этом я думаю, «Если вы не думаете, что я помазан, если вы не думаете, что Бог через меня говорит, зачем вообще вы меня пригласили? Вот пять минут до служения, вы просите Бога помазать меня сейчас?» Кто-то скажет, «Ну, мы не в этом смысле». Так, а я вот в этом смысле. Если вы делаете то, что Бог вам сказал, тогда вам не нужно просить Божьего благословения и помазания. Оно уже там есть. Бог был бы несправедлив, призвав меня, бывшего интроверта, не способного говорить перед людьми, был бы несправедлив призвать меня ездить в церковь, в какое-то здание и служить там без помазания, если бы Он не помазал меня. Как Он меня призовет к тому, что превыше моих сил, и не даст при этом своего благословения, своего помазания, чтобы я смог это исполнить? Истина в том, что я никогда не прошу Бога помазывать меня. Я никогда не прошу Бога благословить меня. Но скажу, что, например, дорога в мой офис занимает у меня час времени, и по дороге я благодарил Бога за возможность делиться этими истинами, которые изменили мою жизнь с другими людьми. Поэтому я благодарил Его и молился, и просил, чтобы Бог помог мне быть чувствительным, восприимчивым к Нему, чтобы я слушался Его. Но я не просил Бога помазать меня. Бог уже помазал меня. Во 2 Коринфе нам 1 главе 2 стихе говорится, «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог». Иисус сказал в Луки 4, 18, «Дух Господень на мне», то есть есть на мне, Он помазал меня. Он не просил Бога помазать его, Он уже помазал его, Он верил в это. Мысль следующая. Бог снабжает вас, экипирует вас. Если Он призывает вас к чему-то, то Он дает вам сверхъестественное помазание. Потому что на этом слове есть это помазание. Когда Господь сказал Петру, «Иди», это слово «иди» дало Петру способность ходить по воде. Он не сказал, «Ты меня призвал ходить по воде, и теперь помашь меня, Бог, дай мне силу». Нет, само слово, когда Бог сказал «иди», это слово несло в себе достаточно силы, чтобы идти по воде. Если Бог призвал вас в служение, или призвал вас в бизнес, или Бог призвал вас еще для чего-то, Божье благословение и помазание на том, к чему Он призвал вас. И вам нужно уповать на это. Но, как Моисей, большинство людей не ждут Бога, не доверяют Его срокам, не уповают на Его способности. Они пытаются сделать все своими силами, придумывают свои планы и просят Бога благословить их. Если вы будете ждать, когда Бог даст свой план, то вам не нужно будет просить, чтобы Он благословил ваш план. Это здорово. Здорово. Я недавно служил в нашем святилище, это то главное здание сегодня в Библийском колледже Харрис. Бог благословил нас этим зданием. Оно обошлось нам в 32 миллиона долларов, и мы построили его без долгов, помимо наших обычных трат ежемесячных. Теперь мы строим еще большую аудиторию, которая будет рядом с ней. Она стоит 53 миллиона долларов, и мы в процессе строительства. Так вот, я нес ту же самую мысль, когда служил, что вы не делаете свое, и просите Бога благословить. Я сказал студентам, я никогда не спрашивал Бога дать мне деньги, чтобы это здание построить. 53 миллиона долларов, помимо наших обычных трат, 3 миллиона долларов в месяц. Мне нужно 53 миллиона долларов сверх того. И я никогда не прошу Бога, не трачу на это время, чтобы Бог дал мне денег. Почему? Потому что я делаю то, что Он мне сказал. Если Он мне сказал, и если я действительно делаю это по Божьей воле, чтобы строить эти здания, строить библейский колледж, менять мир, если Бог сказал мне это сделать, и я следую Его направлению, то уже есть благословение на этом. И мне не нужно просить Бога благословить. Мне не нужно упрашивать Его, дать мне денег. И я студентам говорил, насколько мне дает это мир. Я могу ночью спокойно спать. Мне не нужно говорить, Господь, пожалуйста, сделай что-нибудь. Мне нужно это здание. Сделай это для меня. Нет. Бог просит меня сделать это для Него. Он дал мне эту привилегию. Он дал мне возможность. Дал мне эту честь. Это то, что Он хочет. И Бог не хочет, чтобы я платил из своего кармана за все это. Я молюсь, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вам нужно дойти до такого состояния, когда вы не будете делать свое собственное какое-то дело и просить Бога благословить его. Но в буквальном смысле вам нужно избавиться от всякого самоупования, личных амбиций, личных желаний. И вам нужно следовать только за тем, что Бог вам сказал. И когда вы делаете таким образом, вам не нужно просить Божьего благословения, Его финансирования. Вам нужно только следовать за Ним, потому что то, что Бог говорит, Он и обеспечивает. И я сказал студентам, по этой причине я не беру займов. Люди были бы рады дать мне взаем в 53 миллиона долларов. У нас такое финансовое состояние, что мы могли бы вполне занять 53 миллиона долларов на строительство. Но я не хочу делать это, потому что Бог не хочет этого от меня. Верю, что Бог ведет меня в строительство этих зданий. Если Бог за этим делом, то Бог сверхъестественным образом все снабжает. А если Он за этим не стоит, я сказал студентам, мне не нужно это здание. Пусть оно останется недостроенное, как памятник моему эго и моей самонадеянности, чтобы люди видели, что происходит, когда ты делаешь свое, а не Божье. Ну и, конечно, это не так. Я верю, что делаю точно то, что Бог мне сказал. Но у меня мир в сердце, что Бог ведет меня. Бог показывает мне свою волю, и я уповаю на Него. И когда ваше упование в Боге, то давление на Бога, а не на меня, оказывается. А если вы в страхе, если вы под давлением, то это потому, что вы не уповали на Бога. Это серьезное заявление, но оно истинно. У меня есть друзья, Майк и Пэм Хайзер. Для меня они прекрасный пример того, о чем я учу. Я знаю их уже много лет. Мы вместе ходили в церковь. Майк работал на одну газету. Он развозил газеты по разным точкам, по автоматам газетным. И у Пэм были какие-то физические проблемы, но эти два человека нашли Божью волю, и они переросли в себя. Они уповают на Бога. Я хочу показать вам небольшой клип и показать вам, что произошло с ними, когда они нашли Божью волю, и как они научились за ней следовать. Что происходит, когда пара христиан-законников встретят послание безусловно любви и благодати? В случае Майка и Пэм Хайзер это послание преобразило, преобразило их и отправило их в сердце Африки, чтобы освобождать пленных. Сегодня они видят, как все времена разрушаются силой настоящего Евангелия, разрушается сила спида, сексуального рабства, разрушается наркотическая зависимость, бездомность и духовное невежество. Вот их воодушевляющая история. Майки и Пэм Хайзер и встреча с благодатью. Я не знал, что у нас есть хоть какая-то духовная власть. Я думал, надо просить Бога и надеяться, что Он все сделает. Я всегда думала, что слишком слаба, слишком глупа. Думала, что ни на что не гожусь. Я думал, что я никто и ничего не могу. Зачем Богу связываться с кем-то подобным мне? В какой-то момент родители Пэт дали нам послушать кассеты с проповедями Эндрю. Пэт стал слушать их взахлеб. Я хотела начать ходить в церковь, наполненную святым духом. На моей работе один человек ходил в церковь общения Агапы, так она называлась. Пастором был Дэн Фанхаузер. Там была очень живая музыка. Была динамичная проповедь. И по воскресеньям там учил человек по имени Эндрю Вомак. Там я ощутил присутствие Божьего Духа. Всегда хотел этого. Классно понимать, что Бог любит меня. И у нас такая власть благодаря Иисусу. Этому меня никто не учил. И вот я увидел свидетельство и благословение в своей собственной жизни по тому слову, о котором учил Эндрю. Годы спустя Бог открыл им возможность учиться в колледже Харрис в Гранд-Вью, Миссури, в 2000 году. За время учебы в Харрисе они познакомились с одной семейной парой из Кении. Через этих людей им позже открылась возможность нести весь о Божьей любви на другом конце земного шара. В ноябре того года мы переехали. До этого учения мы не верили, что вообще что-то можем сделать. Но когда услышали это послание, поняли, что у нас есть то, чем можно делиться. Но никогда бы не смогли этого сделать, если бы не знали откровения о власти верующего. Если бы не знали, что Бог любит нас, если бы не знали, что Бог может использовать нас вопреки нам самим, что бы не происходило. Потому что у нас не было денег, не было поддержки. Бог сказал, езжай. И мы приехали. Моя жизнь изменилась. Я хотела поделиться благою вестью с другими людьми. К нам за едой стали приходить многие матери-одиночки. Мы стали проводить с ними библейские занятия. Все это превратилось в церковь. Мы стали проводить библейские уроки. И потом мы увидели, что нам нужна библейская школа. Поэтому позже, в 2006 году, мы поехали в США, и там нам дали уроки. И в январе 2007 года мы начали библейскую школу, и теперь учим по официальной программе. Наш колледж, библейский колледж, называется Ниема Библейский колледж. Ниема на Суахиле означает благодать. Мы учим вживую. В том году мы провели первое занятие, потом у нас был выпуск из девяти человек. Это первые выпускники. В Западной Кении две недели назад мы выпустили 108 студентов. Сегодня у нас 648 выпускников, начиная с 2007 года. В следующем месяце мы выпустим еще 48 человек. Церкви в Кении учат осуждения. Знание того, кто вы во Христе, дает вам уверенность в Боге и дает добиться успеха в этой жизни. У нас есть 20 церквей, сегодня начатых нашими студентами. Некоторые из них мы посеяли и взрастили. Там везде учат послание благодати. Это здорово. Люди узнают, кто они во Христе. Майк и Пэт Хайзер не только учат верующих тому, кто они во Христе. Неожиданно для себя они начали еще один ветвь служения ученичества в комфорте в своего собственного дома. Когда я вижу этих детей, мое сердце хочет обнять их, помочь им и сделать их лучше, чтобы они познали Иисуса. Одного мальчика, сейчас ему 23 года, мы буквально купили на улице. Он был рабом. Он был продан в рабство своим дяде, который пытался выкрасть землю. Некоторые из девочек пришли прямо с улицы. Одна из них, 13 лет, была больна спидом, сифилисом и гонорией. Ее насиловали с 7 лет. Большинство девочек начали заниматься проституцией в возрасте от 7 до 10 лет. Мы помолились за нее, за эту девочку. Она была полностью исцелена. У нее нет спида. Сегодня ей 22. Она все еще с нами. Такая жизнь, что большинство людей не дожили бы до 16 лет. Большинство не доживают. Сейчас на улице тысячи детей. Я увидела, как меняются дети. Я увидела, как работает Божье Слово. Теперь они понимают, что такое семья. Понимают, что Бог любит их. Они могут все. Дети растут. Моя первоначальная цель дать им образование. Эти дети наша долгоиграющая программа ученичества. Они заканчивают обучение в нашей библейской школе. Благодаря учению Эндрю и благодаря поддержке, которую он оказывает этому служению, нам все это поможет изменить эту страну к лучшему. Теперь эти дети верят, что Бог за них, а не против них. Мое желание взрастить лидеров, которые преобразят эту страну, изменят всю Африку и Средний Восток. Сегодня эти пасторы имеют послание, которое могут учить. В нем есть сила. В августе мы собираемся поехать в Кению. Там большинство живет мусульмане. Там будем начинать библейскую школу. Когда вы сеете в служении Эндрю, он верен в распространение Божьего Слова по всему миру. Он находит людей, как мы. Благодаря Божьей благодати и Божьей, безусловно, любви меняется наш брак, наша жизнь, наш мир. Все меняется. И началось все это много лет назад, когда я встретил Эндрю Вомака. Там я получил послание, которое я не могу не провозглашать. Хочу сказать вам, ребята, то, что вы делаете, когда жертвуете в служении Эндрю, меняет жизни этих людей, меняет детей, меняет кенийцев, меняет жителей Африки. И будет менять людей на Среднем Востоке. Будет менять и жизни мусульман. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем благоествовать об Иисусе в этой земле. Заходите на сайт kidskinia.com для подробной информации о том, как вы можете поменять жизнь людей. пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921 993 7009 или 8 812 371 6104 или написать нам через наш веб-сайт CBTCRussia.ru Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел и поступков? Учение Эндрю Вомака «Благодать силы Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильные ответы. Больше вы не будете терзаться сомнениями, вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. В книге об уздании эмоций Эндрю Вомак учит нас истинно Божьего слова о том, что такое эмоции и как их контролировать. Эндрю делится своим опытом, в том числе и полученным во время войны во Вьетнаме. Вы узнаете, откуда берутся эмоциональные проблемы, какие у них библейские решения. Истины Божьего слова, рассказанные в этой книге, помогут вам изменить свои эмоции и поступки и вывести вашу жизнь на другой качественный уровень. Закажите книгу. Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8 921 993 7009 или по телефону 8 812 371 6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс программы от Эндрю на следующей неделе. было одно из самых важных переживаний с Господом и Бог сказал мне, что я ограничиваю его своим мелким мышлением. У Бога была воля на мою жизнь, которая не исполнялась. Я двигался в правильном направлении, но двигался очень медленно и Бог сказал мне, что я ограничивал его. На основании 77 Псалма 41 стиха, где говорится и снова искушали Бога и оскорбляли Святого Израилева. В другом переводе говорится ограничивали Святого Израилева. В этом стихе получается, говорится, что мы можем ограничивать Бога, его воля не совершается автоматически. Вам нужно сотрудничать с Богом, следовать за Ним. Обязательно смотрите продолжение передачи Истинной Евангелия на следующей неделе. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программ Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrusha.ru Зайдите в раздел Пожертвовать. Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе Новости служения. Нажмите кнопку Пожертвовать, чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается служба Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истинную Евангелие с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова